Да, окей, новый видос от этого чувака Вышел 4 дня назад Парад глупостей и лицемерия с Quantum TV Better Call Just Он делал видос про Ким Стара Вот, давайте посмотрим Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о человеке Который прошел путь от обычного обзор Шикотехники до одного из самых Ненавистных людей в интернете По крайней мере в англоязычном сегменте уж точно Поговорим о Quantum TV Бля, я делал про него видос Еще до того, как в Израиль улетел Но не знаю, что с ним потом произойдет Вроде его посадили, если не ошибаюсь Но я ж теперь, сука, назло буду везде геймплей Minecraft Legends на фон ставить Наш сегодняшний пациент Родился 6 июля 1992 года На данный момент ему 31 годик Зовут его Джермел Ромейл Дейс Но в интернете он более известен Как Quantum TV Этот персонаж является техноблогером Но также иногда делает обзоры на фильмы и игры На платформе Quantum существует Уже 10 лет И все это время он создает врагов из каждого встречного Удаляя комментарии с критикой и с дрожащими руками Записывая видеоответ каждому своему хейтеру Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке Карты Battle.net и PlayStation Пополнение мобильных игр напрямую Все это и многое другое на Donatov.net Лучшие цены Гарантия на все товары И куча халявы Донатов нет? Донат есть! Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании В начале карьеры у Quantum был другой канал Под названием Quantum Apofiosis Который он использовал рука об руку Со своим аккаунтом в Твиттере Для нападок на определенные, так сказать, группы лиц Например, таких как разработчики The Last of Aspart 2 И спустя какое-то время у Джермала появляются проблемы Кстати, знаете, это такая очень занимательная закономерность Которую я все больше замечаю в интернете То, что, ну, мы уже с вами обсуждали разные крайности Да, то, что там вот повесточка — это полный пиздец Да, но вот иногда люди с другой стороны — это, блядя, полный пиздец, короче Ну, типа, если что-то противоположно тому, что тебе не нравится Не то, чтобы это тоже было чем-то хорошим Я вот замечаю все больше, что люди, которые там были против повесточки В, там, Last of As 2, которые, ну, там, ебать, базированные гигашлепы Потом что-то смотрю, ебать, один там на педофилии попался Другой еще какая-то хуйня Это были блогеры, которых я смотрел нахуй Третий там еще, блядь, жену свою пиздил Четвертый там еще какой-то хуйня И тут я понимаю, что, знаете, если люди с тобой в чем-то согласны Это не значит, что они очень хорошие Это иногда, типа, то, что человек с тобой согласен по какому-то одному вопросу Это не значит, что он не режет детей в своем подвале, блядь Вот это очень важная хуйня, которую стоит навсегда запомнить Никогда не стоит идеализировать тех, кто с тобой в каком-то вопросе сошелся Что считай, что вот они хорошие люди Иногда стоит быть осторожнее в этих вещах Именно с ютубом из-за его комментария под одним из постов о двух танцующих женщинах Которые являлись разработчиками той самой The Last of Us В своем комментарии он написал, мол, без таких как вы, мир бы стал намного лучше Также в этом комментарии он упомянул ночной гей-клуб Пульс Где 12 июня 2016 года в результате теракта погибло 49 человек Но, пожалуй, я это читать не буду Именно после этого ютуб, недовольный действиями Квантума на платформе и за ее пределами Заблокировал канал Квантум Апофеозис Но благо у нашего сегодняшнего пациента был второй канал под названием Квантум ТВ Блог На который он благополучно переехал и в скором времени переименовал его в Квантум ТВ Ну и после бана Квантум продолжит создавать контент того токсичного... У всех техноблогеров беды с башкой? Ааа, да С какой-то стороны да Они ебнутые, как правило Типа, ты можешь считать себя самым адекватным техноблогером на свете Но рано или поздно ты либо ебнешься на теме какой-то хуйни Ну, окей, какие обычно споры среди техноблогеров? AMD или Intel? Или AMD или Nvidia? Вот эта вот хуйня? Рано или поздно у тебя появится предпочтение И рано или поздно ты вступишь в эту войну И рано или поздно ты на этой войне свихнешься Потому что она вечная Вот, или еще какое-нибудь говно произойдет Или ты будешь думать, блядь, а про что сделать видео Потому что айфон выходит всего раз в год И нужно что-то делать в промежутках Блядь Типа, тут ты понимаешь Вилсакома, который там какую-то хуйню там начинает делать Технокнязь это пример самого адекватного техноблогера Забанин его первый канал В его репертуаре было выпустить видеообзор на телевизор В котором он большую часть хронометража бомбил на коробку А потом начать засирать свою же аудиторию За то, что она была этим недовольна При этом данный персонаж считает себя сам... Про худших стримеров можно делать видео Тоже не советую на самом деле Потому что станешь как Милкомейкер Блядь, постоянно чисто чел Чел, который не имеет собственной личности Делает постоянно видосы про других Самым объективным блогером в своей нише Но постоянно скатывается в подобного рода херню А когда челы, например, на реддите Начинают писать о том, что он не такой уж и объективный На самом деле Квантум начинает ныть, что все вокруг токсики И он всю жизнь является объектом травли А перед тем, как мы перейдем к самому интересному Я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал Ведь там я постоянно публикую новости и спойлеры К своим новым видосам И всякие очень смешные мемы Которые вы больше нигде в интернетике не найдете Уверяю вас Также ради того, чтобы победить в споре Этот персонаж не остановится ни перед чем Вы должны понимать, что Квантум очень сильно переживает За свою безопасность И именно поэтому он долгое время появлялся на камеру Исключительно в маске Дэдпула Более того, для всех своих видосов Он подбирал примерно одинаковую одежду Типа ради конфиденциальности Но при этом он очень сильно любит заниматься доксингом в отношении других людей Или, например, контентмейкеров Которые как-то не так высказались в его сторону Так и произошло с ютубером Нинзица Извиняюсь, если неправильно прочитал никнейм Который записал видео с критикой рекомендаций Квантума по калибровке телевизора Которые он, между прочим, продавал за деньги Чел неиронично сделал канал Квантум ТВ Типа он шарит в телевизорах И продавал настройки телевизоров То есть он, ну, типа у него работа была То, что он приходил, настраивал телеки И он предлагал владельцам телевизоров За отдельные деньги Продать им особые, самые крутые настройки Блять, я просто Короче, суть в том, что находил их в интернете И каким-то бабулькам, блять, продавал за ебанутые бабки Это буквально аналог чуваков Которые незнающим людям по объявлению в подъезде Ставят винду за 10 тысяч рублей Каким-то образом раздобыл номера телефонов Нинзица И его девушки и спамил им Попахивает лицемерием каким-то Чувак очень сильно боится доксинга Но при этом сам активно этим промышляет Помимо того, что я сказал выше Наш Кент выработал у себя невероятно противную привычку Он всеми способами пытается закрыть рот всем, кто с ним не согласен В октябре 2020 года Квантум выложил видео Я знаю чуваков, которые рекламывают телеки со сгоревшими пикселями Зиу, я сделаю тебе первое предупреждение По старой дружбе я не буду отвечать на эту шутку В котором призывал ни в коем случае не покупать Xbox Series X Потому что у него ужасный дизайн На этот ролик обратил внимание небезызвестный Гриффин Гейминг И записал О, это тот самый Гриффин Гейминг Бля, Гриффин Гейминг Где мои 13 лет? А не, где мои 17 лет? Это же Высоцкого было Где мои 22 лет? Ответку, в которой сказал, что Квантум ТВ несет бред И крутость консоли не во внешнем виде А в том, что на ней как бы можно играть В ответ Квант начал ныть о том, что из-за ролика Гриффин Гейминга Ему и его семье начали присылать угрозы Естественно, Гриффин Гейминг в свою очередь написал у себя в сообществе о том Чтобы его зрители перестали травить Квантума И вроде как этот конфликт даже удалось урегулировать На дворе 2022 год Выходит Элден Ринг Бля, помни, когда ты играешь в Элден Ринг Начинается вся хуйня И ты сидишь, и вокруг тебя просто мир нахуй И то, что ты, блядь, имел представление, рушится И все, что все, чем я думал Доедет ли до меня мой стимдек Если кто-то вдруг не в курсе То Элден Ринг это такой соус-лайк Только в открытом мире Игруха людям зашла Даже игру года получила, кстати И на релизе Квантум ТВ Даже не играя в Элден Ринг Записал на него Прихожу к тебе и меня оскорбляет за дружбу со Стасом Стримлю со Стасом Меня оскорбляет за дружбу с тобой И что делать? Ну, чё, я не знаю Типа, забей хуй Ну, я имею в виду, что Да пух вообще Вообще поебать Возволение сказать Обзор В том видосе он говорил Что играть в Элден Ринг не стоит Граф Терпеть, наверное Можно поплакать об этом Ну, шо, ты Каждому в чате Не начнёшь там доказывать Что да нет Я там вот с ним вот так У меня вообще нет смысла Мне кажется кому-то что-то доказывать Ноль смысла Можно только терпеть Можно только терпеть Игра слишком сложная Лёгкой сложности нет И так далее Дословно, кстати Эта рецензия Естественно Многим не понравилась Другие интернет-деятели Начали записывать Свои разборы Этого видоса А комментариев О некомпетентности Автора Было просто До хренища И как терпио Ого-го Вант выпускает Вторую часть В которой ведёт себя Максимально по-ублюдски Мол, если тебе нравится Элден Ринг То сдохни нахер Посмотрев эту бредятину 16-летний ютубер Под ником Мисчев Выпускает своё видео Где разбирает Тейки Квантум ТВ А этот самый Квантум ТВ Решил ответить на это тем Что начал угрожать Мисчеву страйками За нарушение Авторских прав Типа он незаконно Украл видео С канала Кванта Квантум жалобу подал И Мисчеву пришлось Удалить тот видос С критикой В это же время Джермал сам Со своего канала Удаляет обе части Обзора на Элден Ринг И вместо них Выкладывает видео В котором говорилось о том Что ролики с Квантум ТВ Защищены авторским правом И он будет бороться С теми Кто посмеет записать На них Допустим Разбор Если я правильно помню Частью обзора На Элден Ринг Было то Что игра слишком сложная Вам что нравятся Сложные игры Те кто эту игру хвалят Типа Вы шо блять Это жертва Жертвы домашнего насилия Которые кайфуют С того Когда вас игра ебёт Или что такое Я тогда подумал Ебать Это же база Типа По факту Скорее всего Большинство людей Которые любят Там Солс Лайки И Элден Ринг За сложность Ну скорее всего Их пиздил Отчим в детстве А возможно И домогался Но заткнуть Мисчефа Было не так уж И просто Спустя два дня Мисчеф Выпускает Ответочку В которой Прямым текстом Говорит Что правила Ютуба И файрьюз Так не работают И всё это Просто манипуляция Со стороны Квантума А далее Перезаливает Оригинальный Разбор Обзора На Элден Ринг При этом Немного Его изменив Чтобы уменьшить Вероятность Того Что Квантум ТВ Кинет ему Страйк Более Абсурдной Ситуацию Делает То Что на канале Квантум ТВ На тот момент Было 60 тысяч Подписчиков А у Мисчефа Всего 5 тысяч И если так Посмотреть То по факту Это просто Гигантский Блогер Посмотрел Разбор на себя Обиделся И решил Всем весом Задавить Маленького Ютубера Который Даже ничего И не нарушил Эта перепалка Начала Привлекать Внимание Других Сравнить Деда со Стасом Это конечно Сильно Чел Я буквально Гей инструктор Из НАТО Типа Я не знаю Что еще Сказать Чувак Типа Понимаешь У меня в доме У меня в доме Я настолько Русофом Что у меня в доме Есть флаг Макдональдса Бл*** О чем ты говоришь Чувак У меня пакеты Из мака На заднем фоне Потому что я Издеваюсь Над теми Кто в России И что у них Нет Макдональдса Чел Ты не представляешь Насколько Я силен В этом всем Уже более Популярных интернет Деятелей В первую очередь Речь идет О Актмене У которого Между прочим Более миллиона Подписчиков Стоп Зефома Диджитал Трэндс И HDTV Тест Кстати Вот этих ребят Не считая Актмена Квант Обвинит в поклонении Сатане Потому что у них Был локальный мем Про сериал Люцифер Генерал Макдональд Но это Неважно Самым важным Персонажем Здесь является Именно Актмен Помните я говорил Что Квантум удалил Погоди у меня Там 25 кадр был Блять Какого Сука Что это Что это за хуйня Блять Какая Актмен Помните я говорил Что Квантум удалил Все ролики Про Элден Ринг Но так вот Несмотря на то Что оригинальные Видео удалены Разборов этих видосов Оригинальный босс русофобии Было просто дохренище И одним из этих разборов Было видео С канала Актмен И вместо того Чтобы принять Критику И двигаться дальше Квантум ТВ Снял ответное видео В котором сказал Что собирается удалить этот разбор, и он действительно на полном серьезе кинул страйк Актмену, но Ютуб понял, что происходит какая-то херня, и отклонил его. Актмен пытался связаться с Квантум ТВ через Дискорд, но у него нихрена не получилось. Вернее как, он просто хотел созвониться и мирно все урегулировать, но Квант всячески сливался. А, я помню, короче, он пытался позвонить и поговорить с ним, но Квантум такой, я хочу общаться текстом, я хочу, чтобы это было в тексте, ты должен писать. Актмен такой, типа, ну ты можешь просто записать наш разговор. Типа, ну короче, чел, то, что, типа, думал, что его засудят, и говорил, что наш разговор, ты должен, типа, писать все текстом. В итоге они так не поговорили. Да, я делал про него ролик, да, но тут, по идее, продолжение какое-то должно быть. И на зло Кванту Актмен призвал своих подписчиков пойти и подписаться на Мисчево, в попытке добиться того, чтобы у Мисчево было больше подписчиков, чем у Квантум ТВ. Само собой, так и произошло. Мисчев за считанные дни обогнал Джермала по подписчикам. Вполне ожидаемо на самом деле. Я, если честно, не особо понимаю, на что надеялся Квант в данном конфликте. Типа, он думал, что он просто сможет удалить все видео, посвященные себе, и будет продолжать существовать на Ютубе ни в чем не бывало? Ну, типа, херня какая-то, по-моему. После Грузии вкусные точка — это один в один мак. Но вот за KFC обидно, потому что боксмастеры вместо хэшбрауна картошка фри. Погоди, что? Ну, я здесь заказываю сейчас себе боксмастер, но, типа, реально, картошку фри вместо хэшбрауна? Так это же, блядь, весь смысл. Это же был весь... Это же основной вкус боксмастера. При этом в этот момент... Так это просто, блядь, рулет с картошкой. Блядь, ну это странно. Актмен выложил ролик, в котором рассказал, что Quantum TV избегает бана, создал второй канал и вообще сам нарушает правила платформы. Более того, Актмен сказал, что сделает все, чтобы заблокировать его новый канал. А наш сегодняшний пациент в ответ... Не фри, а по-деревенски. Ну, все равно, ну это странно. ...свершил невероятно мерзкий поступок. Он каким-то образом, непонятным лично мне, раздобыл номер телефона матери Актмена и позвонил ей, угрожая судом. И мы же не хотим, чтобы наши семьи как-то пострадали. Блядь, вот это на самом деле такой кринжовый момент был в 22-м году. Типа когда чел реально позвонил матери ютубера, с которого у него биф. Это... Бля, про это хуйню обычно шутят. Типа я позвоню твоей маме, чтобы она тебя там приструнила. Но это полный пиздец. Не знаю, это люди за 30. Как только Квантум совершил этот звонок, ситуация перешла из просто безобидного спора в интернетике к потанцевальному преследованию, между прочим. Он оправдал этот поступок тем, что он никак не мог связаться с Актменом и пытался поговорить с ним через его мать. Да-да-да-да, чел, у чела были все контакты Актмена, но он такой, типа я не мог с тобой связаться и написал ему... Блядь, начал звонить его матери. Но если вернуться немного назад, то это как бы бред, ведь Актмен Актмен уже не раз предлагал Кванту поговорить в дискордике или на совместном стриме мисчефа, где Актмен присутствовал в качестве гостя. Спустя два часа после звонка этого шизоида, Актмен написал в твиттере о том, что возвращается к привычному формату видосов и закрывает тему Квантум ТВ. А Квант сразу же выпускает победный подкаст, в котором говорит, что в любом случае погибил бы в этом конфликте и вообще во всем виноват сам Актмен. Также там, я имею ввиду на подкасте, он упомянул, что звонил матери Актмена, и люди, естественно, начали переживать и беспокоиться за... Да, типа Актмен сам об этом даже не говорил. Квантум сам этим начал хвастаться. ...безопасность Актмена, и он в итоге опубликовал скриншот переписки со своей матерью, где она подтверждает, что этот шизо... Биг Мак или Биг Тейсти? Биг Тейсти. Зоид серьезно ей звонил. И в этом посте Актмен пошутил, мол, если я увижу тебя, Квантум, то буду стрелять. И Квантум ТВ воспринял это как угрозу и выложил отдельное видео на эту тему, что, мол, Актмен угрожает ему расп... Блять, я больше скажу. Он не просто сам рассказал, что он звонил матери Актмена. Он выложил звонок, блять, на Ютуб, где он звонит матери Актмена, и она ему отвечает, и он там говорит, что вы же не хотите, типа, последствий и прочее. Че, блять, я просто... Я вспоминаю эту историю, ебать, это было странно. И после этого все застыло примерно на месяц до того момента, как Ютуб не восстанавливает заблокированный канал Квантума Квантум Апофеозис. В это же время видео Актмена про Квантум ТВ блокируется за то, что в ролике присутствовали, внимание, материалы сексуального характера. А что это за материалы, спросите вы меня? Прикол в том, что в этом видосе был кадр, где огурец прифотошоплен к лицу Квантума, и он, типа, у него во рту. Ну да, это прям жесть, какое нарушение, я считаю. Аккаунт Квантум Апофеозис, на котором он, между прочим, призывал к геноциду, разблокировали. Ну что уж тут сказать. Я вам скажу больше. В тот момент Актмен начал требовать Ютуб, типа, бля, ребят, это ненормально. В Твиттере писал Ютубу то, что, ребят, ну, типа, чувак, по сути, угрожал моей семье. Вы с этим что-то сделаете? Ютуб нихуя просто вообще просто не отвечал. И он такой, бля, ну, видимо, это, типа, считается нормой. И пошутил то, что, ха-ха, типа, так что, типа, можно теперь Докси там и работников Ютуба или что-то такое? Типа, я не помню, что-то пошутил. Ютуб ему, нахуй, монетизацию вырубил за эту шутку на месяц, блядь. То есть Актмен мало того, что, блядь, его семью, до его семьи доебались. Ютуб еще и монетизацию въебал, блядь. Ебать это была история, пиздец. Справедливый, одним словом. И сам Актмен был этим недоволен. Даже пост об этом в Твиттере написал. А далее, летом 22-го года, его канал был демонетизирован. Ютуб четкого объяснения не дал, но Актмен предположил, что Ютуб пытался его таким образом, как бы, заткнуть, ибо он в том самом посте в Твиттере указал на их некомпетентность. Не-не, там было про доксинг сотрудников. Вот. И самое смешное то, что, ну, Квантуму вообще ничего не было. То есть, вообще ничего. Единственное, кто пострадал от этой ситуации, это Актмен, по сути. А учитывая, что он уж очень уважаемый человек на Ютубе, многие интернет-деятели в этой ситуации его поддержали. И вернуть монетизацию у него, благо, получилось. Но эта ситуация, это еще одно... Просто у Ютуба есть такая вот штука, Ютубовская есть, возможно, вы о ней слышали. Ютуб не любит, когда люди от него что-то требуют. Ютуб может забанить кого угодно по щелчку пальца. Если чел, ну, реально сделает хуйню, Ютуб его банит. Но, если толпа требует, чтобы кого-то забанили, вот, ну, типа, вот, как с Квантумом было, когда толпа реально просто, ну, весь Ютуб говорит, ну, забаньте этого хуйсоса, он реально, ну, мудак просто. Он творит полную хуйню. Он звонит, там, родным, там, доебывает, угрожает. Ютуб никогда ничего не сделает. Знаете почему? Ютуб не хочет, чтобы была видимость того, что на него можно надавить, чтобы он что-то сделал. Такая хуйня и в политике встречается, и где угодно. Типа, если реально правильное решение нужно принять, они примут его, они сделают это. Но, если на них давят, они никогда, нахуй, этого не сделают, потому что не хотят показывать, что под давлением они готовы на какие-то уступки. Это, это пиздец. Ну, типа, у Ютуба есть такая особенность. Утверждение каких-то непонятных двойных стандартов Ютуба. К этому моменту данный конфликт... Ютуб не любит прецеденты, потому что, если один раз на них надавят, они что-то такое сделают, на них... Ну, типа, потом люди будут считать, что, типа, на них можно надавить и сделать что угодно. Всем уже осточертел, и всё вернулось в исходную позицию. Казалось бы, всё, на этом всё кончилось. Но судьба распорядилась иначе. За кулисами жизнь Квантума катилась в самую задницу. 14 апреля 2023 года Квантум ТВ был арестован за домашнее насилие, после того, как попытался помешать своей жене перевезти деньги со своего банковского счёта, выхватив у неё из рук мобильный телефон и оставив синяки. На просьбу вернуть телефон он ответил отказом, и после этого она, естественно, пошла в полицию. Джермала арестовали, но спустя месяц все обвинения были сняты, но... За него жена в итоге заступилась. При этом были оформлены документы о разводе. Ну, крутяк. Ну что ж, теперь ты знаешь историю одного из самых ненавистных людей в интернете. По крайней мере... Ну, чё-то как-то не раскрыто было там, как будто бы интересное что-то было дальше. ...за последние несколько лет. Квантум ТВ это очень странный персонаж. С одной стороны, он жесть как переживает за свою конфиденциальность и совершенно не способен воспринимать критику в любой форме. И как бы в таком случае, наверное, стоит сидеть тише воды и ниже травы, но хрен там плавал. Он постоянно... Ну, это на самом деле стандартная ошибка новичка в интернете. Когда на тебя давят, под этим давлением принимать какие-то решения и идти на уступки. Никогда нахуй не стоит. Вообще никогда. Это полная хуйня. Типа, если ты себя покажешь таким, что ты идёшь на какие-то уступки, ну, там, допустим, клоунов в телегу возвращаешь, из-за того, что люди это требуют, ты показываешь себя слабым, то, что на тебя можно давить, ты изменишь своё решение. Это главная ошибка. Никогда под давлением, никогда не надо ничего делать. Давление спадёт, тогда можно уже что-то там типа поменять, там прочее, потому что, ну, когда уже эта тряска закончится, тогда уже можно что-то предпринимать. На всех быковал и в итоге, само собой, огрёб. Я, если честно, логики в его действиях не вижу. Возможно, дело в том, что он просто неадекватный. На этом у меня сегодня всё. Не забывайте там про лайки, подписки, телеграм-канал. Буду всем очень благодарен. Ну вот я странно не знал эту хуйню. ...но наилучшего. Нет, ты слабый. Сука, идите нахуй. Вам не прогнуть меня, уёбище, блядь. Чат хуйсосов. Так, кидаю ссылку на этого чувака в чат. Можете подписаться, поставить лайк, чтобы он снимал больше подобных видео. Респект чуваку. Реально неплохо делает. Реал Beverит. Продолжение следует...